Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А сегодня какой день? Праздник же сегодня? День общего? Да, первый воскресенье Вы забыли, как могли? Да как так, посмотри Царю небесный, утешителю души истинной И живи с детской И все исполняй Сокровище благи И лезь непладателю Приди все веселы И очистены от всякие скверны И спаси блажей души наша Господи, благослови наше собрание Благослови нас Дай нам мудрости Привлекательности И все услышанное здесь Дай нам запомнить и воплотить Тебе слава, слава, отцу и сына Святому Духу ныне Христа и веки Аминь Аминь Сегодняшнее евангельское чтение Благословение Фестеракта Болгарского Евангелие от Матфея 4 глава С 12 по 17 стих Услышав же Иисус Что Иоанн Отдан под стражу Удалился в Галилею И оставил Назарет Пришел И поселился в Капернауме Приморском В пределах Завулоновых И Невпалимовых Толкование Блаженного Фефилакта Болгарского Иисус удаляется Научая нас через это Чтоб мы Не вергали себя в опасности Удаляется в Галилею То есть То есть Покатую и наклонную страну Потому что язычники Уклонились в грех Поселяется в Капернауме Который Значит Дом утешения Ибо он сошел Чтобы язычников Соделать Домом утешителя Завулон Через пророка Исайю Который говорит Земля Завулонова И земля Нефалимова На пути Приморском За Иорданом Галилея Языческая Народ Сидящий во тьме Увидел свет Великий И сидящим В стране И тени смертной Воссиял свет Толкование Называет Называется путем Море Называется путем Называется путем Море Потому что Лежит на пути К морю Свет великий Означает Евангелие И закон был свет Но малый Тень смертная Есть грех Так как она Есть подобие И образ смерти Ибо как смерть Объемлет тело Так грех душу Свет Воссиял нам Ибо мы Не искали его Но он сам Воссиял для нас И просветил нас Сидящих во тьме Иван Гелие От Матфея 4 глава 17 стиха С того времени Иисус Начал проповедовать И говорить Покайте Ибо приблизилось Царство Небесное Толкование Иисус Начал проповедовать Со времени Заключения Иоанна Потому что Ждал Чтобы сперва Иоанн Засвидетельствовал О нем И приготовил Для него путь Которым ему Надлежало идти Подобно как Рабы Приготовляют Путь Своим Повелителям Будучи равен Отцу Господь имел В Иоанне Своего пророка Так же Как отец Его И Бог Имел пророков До Иоанна Впрочем И сии были Пророками Как отца Так и сына Царство Небесное Есть И Христос И добродетельная Жизнь Ибо Когда Кто живет На земле Как ангел Не небесный Леон Итак В каждом Из нас Есть Царство Небесное Если живем По Евангелию Татьяна Кузьмична Татьяна Кузьмична Она приболела Татьяна Кузьмична Нет? Кто болящих Может сказать Что там? Ну Любовь Петровна Еще в больнице В больнице Я ее не завезла Я там долго-долго стояла Домофон не работает Ольга спускаться не может На участие Петровна тоже И она потом уже Из окна Мне машет Иди отсюда Иди Уходи Уходи Ну и я ушла Нет Не работала И другая женщина пришла Не могла Пригласить Потом завезу Про воду Свету Валентина Борисовна Валентина Павловна Звонила Она из-за морозов Не пойдет Потому что Ей тяжело дышать Она даже На балкон вышла И начала задыхаться Из-за холодного воздуха Ну понятно Ну болящий Дмитрий Вот Зоя Николана Шубина Просит молиться То есть он продолжает Лежать в больнице И достаточно В тяжелом еще состоянии И болящий И Пупков Вот Константин Понятно И Сергей И Константин Да Вот больницы Болящих Ну писал Сережа Если хочешь Что-то скажет До Бунова Тоже из-за мороза Не приехал Ну загуляю Наверное Если поехали То ближайшие Антонина Конечно болящая И нет Польгуев Поэтому тоже Не приехала Кто еще Татьяна Александровна Тоже наверное Из-за мороза Не болящая Болящая Еще у нас Алексей Семенович Семенович Он остается еще В стационаре Прооперирован Вроде как Благополучно Теперь самое главное Еще после операционный период Как пойдет Будет ли оттогнут Этот протез В этот раз Или нет Это вот Только от Господа Бога Зависит Хирурги сделали Как бы все возможное Теперь только его Организм И Господь Вот Его спрашивают Ну вы что Согласны Оперироваться И в этот В третий раз Он говорит А у меня есть выбор Что ли Потому что Совершенно невозможно Было уже Ходить Болевой синдром Выраженный Люди Если после Двух недель Уже ходили Без Без костыля И вон Полгода Все с костылями И с болью Так что Не забывайте О нем молиться Еще Прошу помолиться О моем сыне Никите Путешествующий Будет в течение Недели Сегодня Выезжает Константин Путешествующий Надолго Тоже Надолго Путешествующий Еще кто У нас Остался Непомянутым Людмила Степановна Болеет Да Людмила Степановна Болеет За холодом Холод И другой холод Холод Разного Свойства Теплохладность Да Теплохладность Еще хуже Чем холод Так Еще что Геннадий Вам слово А болящих Там У нас Близко знакомые Помогают Все время Ольга Записано И отец Геннадий В пас Неизвестно Как Переломил Парец На ноге И так Трудно Трудно И ходить То надо И показывают Тоже Запишите Его туда Подробности Никакие Не знаем Но Вот такое А Ольга В стационаре Или дома Ольга Восьмой больнице Больница Восьмой Вы расскажете Сколько Сколько Время Рассказывал Ну и Мы подходим Уже рядом Где-то будет Скорое издание Нового Завета Очень серьезно Подошли Даже Более ясную Буху Там Корректор За ними Еще одни Наняли Еще Смотрели Там Буху Е Приброси Вьет Знаки Припинания Знатоки Все Будто Бы Закончили Это Где-то Под Москвой Перебирали Разные Типографии А которые Нам издавали Горный Алтай Там еще Непонятно Не могли достать адрес И созвониться Ничего нету Когда все Закончилось У меня 38 книг Я поехал туда Благовестие было Ну и по цеху Прошел Их поблагодарил И ни разу Нигде Не обманули Ни разу Это Поэтому Помолиться Надо Потому что Речь идет О миллионах Ну Издавали Новый Завет Был Кажется Тысячи экземпляров По второму Изданию Где-то Две тысячи Все А это Зали Пять Пять За это Время Как все Цены На долю Там Речь идет О миллионах Рублей Я Сказал Вы все Заснимайте Я Прихожу Когда они Никогда Никто Не против Это Документ А то Приехал И говорю Я беру Там у тебя Гречку И речь идет О тоннах А потом Я не брал Я говорю Ты как Ну в суд Ты можешь подать Подам Ну вот Это твой Надпись Это я просто Ему показал Как надпись А заснятое Было бы Тут И так Все Пропало Ну Игорь Видишь Какой Он для всех Друг Он молится Усилили Молитву И Господь Его вознаградил Еще Так На Конце этой недели Может быть Уже начнут Печатать Мы даже Не знаем Теперь как брать Оттуда В каких местах Городах Хранить Уже Ехать отсюда Ну это уже не Два Километра Три тысячи Только до Москвы И в каких городах Уже назначили У кого будет храниться И как отдавать Там цена Там все Мы ничего Не можем делать Кроме того Что молиться И главное Я ничего Про это не знаю Оказывается Какая-то у них Организация Мирового масштаба И она там Эти книги Ставит Там показывает Я говорю Нам зачем Это нужно Нет Надо Я должен Семнадцать Комплектов Трехтомных Семнадцать Комплектов Подарить Кроме того Здесь Еще восемь тысяч Двести Рублей Сгладили Я болею Прямо от этого Восемь-то тысяч Это Больше Маленько Меньше Моей пенсии Зачем же Давать-то Ну такой порядок Такие книги Они видят Это Сделат их Известными Ну пятых Тысяч Все Нам Распространители Нужны Ну то есть Я переживаю Вот за эти Вот рубли Сколько могли Тут батюшка Сразу вложил Деньги Сколько Сколько будет Настолько Сразу ему Отдадим Мы говорим О трехтомнике Только Дальше Трехтомник Когда я сдавал У меня было Ну там Тридцатый Том Тридцать первый Тридцать второй А здесь Был у нас Напанаил Судей Николай Николаевич По-мирскому И он говорит Надо вот так Мы поехали По типографиям По-разному Кто Как скажет Делать На какой бумаге Какую форму Сверху нарисовать Этого мы Ничего не знали И Господь Вот так вот Сделал Что так Его имя Его правильно Николай Теперь он будто бы Размонашивался Женился Говорит Но для меня Он остался Тем кем был Без него бы не издать Он у меня на втором этаже Надо мной спал Но он любил спать Я встану там Рано то А спать то я не даю Сначала покажи Что дальше делать Я так кое-чему Научился в интернете А ему надо спать Он у меня подучит И тогда уже лег Еще часа на три Видишь как Так Вот такой формы С поняли И мне Господь помог Значит Я об этом говорю Кто поедет Поедут со своим контейнером Специально нанятая машина Отсюда С Алтая Ну это А там они Они там сразу Чуть не 300 тысяч Что их требуется У меня голова Вот так вот идет Ко мне Как о деньгах Зайдет Я говорю Теряюсь даже Ничего нету И вдруг На тебе И уже заплатили Говорит Он заплатили Допустим вернет Да нет Это надо было Дальше Вот эти вот книги лежат Они для вас что есть Что нет Для многих Многие не читали даже Каждый день Здесь проповедей у меня Много 1137 Кажется проповедей только Который говорил В храмах Здесь Там в Москве И люди И люди их Начитывают Как будто Они проповедуют Голос Ну и вот Я слышу Он берет Объявляет Так Лапкин Знаете Тихонович Том 9 Проповедь Которые получили Священники Я вообще Им цену не знаю Вообще Хоть золото Вот это Лежит Я не знаю Просто я знаю Что можно Где-то Что-то помочь Только и всего И когда Коснулось До денег Ну конечно Я приучен их Экономить А тут я вижу Неэкономные По-другому нельзя Меньше нельзя Бумажные комбинаты Закрыли Все из Китая Они Древесину-то отсюда Они назначаются Ну Конкурентов нет Ну и голову Пустил Пришибленный Посчитаем Маленько Глаза Видят Хорошо Так Сегодня мне ролик Выставили Вот здесь Вот сидит Дорогой Игорь Владимирович С той стороны Подальше Вот так это Людмила Степановна Я сижу на твоем месте Иногда она меня показывает Я тебе ни одного слова не сказал А ты обличительное слово Говоришь Против его сына Никиты Как На руках у него там Браслеты были Что-то Я не против Ну просто Как оживили обратно А Людмила Степановна Стала что-то Как бы Говорить Ну если надо Я могу скинуть Это официально Скинут Взяли из интернета Взяли кто Да Из Германии Наталья Усатая Из Германии Это то что у нас здесь было Ну все хорошо Ты очень хорошо выступал Ну Людмила Степана была С чем-то не согласна Не было Ты не помнишь такого Не помню На какие-то он браслеты На руки навешивал Руки Верующие говорят Должны быть чистыми Игорь сказал Устинов Ну Игорь ты припомняешь Маленько Я события помню Ну речь идет о браслетах На руках Я помню Ты сидишь Говоришь о нем А какой Никита Устинов Он говорит Устинов Никита был Да И браслет был этот Который Книги Прямо стихотворения Каждый день в разных местах Там Которые положены Без меня Без согласия Музыку пишут И мы Как говорил Пушкин Весь я не умру В этой влере Поэтому Без вас Ничего бы не было Поэтому Благодарим Бога Что Господь нам дал Такое сокровище Я как Ну Мало ли что У меня здесь Местная библиотека Шишкова Сказала Надо два экземпляра давать Это центральная библиотека И они ко мне На дом приходили И я дал Я потом пошел С Любовью Николаевной И сделал запрос Покажите книги А они там Сколько Одному то не вывести Они И дайте документы Они на каждую книгу Выписали документ Что у них хранится Вынесли Все показали Ну я успокоен А то Выбросили Не нужны Глупости все это Притом Наши книги стоят Не на последнем месте Я в одном библиотеке В библиотеку попросился Она на важном месте стоит Рядом капитал Маркса Проповедь 9 Объединение СМП Подлоги туда Что пальцами Пот не потел Не потеет Слушайте внимательно Господь явился Сначала женщинам Посмотрим в Библию Как Господь сотворил человека Бытие 1.27 И сотворил Бог человека По образу своему По образу Божию Сотворил его Мужчину и женщину Сотворил их Как будто это повествование Об одном человеке Ясно, что когда в раю Жили люди То они не думали О продолжении рода Но уже было заложено это Бытие 2.24 Потому оставит человек Отца своего И мать свою И прилепится к жене своей И будут два Одна плоть Но в раю Адам не прилепляется Для единства Этого нет Они ничего не поняли Исказанного Богом И расшифровку нам Даст только Апостол Павел Ефесянам 5.32 Тайна сия велика Я говорю по отношению Ко Христу и к Церкви И вот эта тайна 5540 с лишним лет Хранилась в народе До Христа 5508 лет Христос родился 30 лет жил Прибавляя еще И еще сколько лет Прошло до написания Этого послания Господи Почему это так Все зашифровано Оказывается Пророки неоднократно Приподнимали Эту завесу У разных народов Бывает по-различному Разные существуют семьи Бывает одна жена Бывает и несколько жен У Враама были сыновья Рожденные от разных жен У Иакова Одновременно Было четыре У Давида Больше десятка А у Соломона Уже тысяча Но все вместе Называется Жена Есть такое слово Ревность Это Монопольное Обладание кем-то Ревнует человек Это мое У меня Отняли И вот о Боге говорится Что Второзаконие 4.24 Господь Бог Твой Есть Огонь Поедающий Бог Ревнитель Наш Бог Очень сильно Ревнует О нашей душе Чтобы она Куда не уклонялась Его имя Агнец Мы уже Несколько раз Беседовали об этом И вот этот Агнец Придет время Когда позовет нас На свой брак Ягненок и брак Но мы знаем Что у Ягненка Ничего этого не может быть Откровение 21.9 И пришел ко мне Один из семи ангелов У которых было Семь чаш Наполненных семью Последними язвами И сказал мне Пойди Я покажу тебе жену Невесту Агнца Тогда Церковь Христова Соединится с Господом Во веки И когда Ревность у мужа Появится Писание говорит так Пусть он Придет Ее К священнику И скажет Что у него К ней Ревность Попробуй Пойди Проверь За каждым шагом Жены Не будешь следить Не могу ничего Сделать с собой Ревность Испепеляет меня И что было сказано Моисею Приведи жену К священнику Он возьмет Земли В храме Там Тысяча Человек Приходит Всякие Болезненные Туберкулезные Заразные Проказа И всыплет В сосуд Разведет И даст Ей выпить Сегодня Санэпидемистанция Сказала бы Смертельно Опасно Книга Чисел 5 21 22 Тогда священник Пусть заклянет Жену Клятвою Проклятия И скажет Священник Жене Да предаст Тебя Господь Проклятию И клятве В народе Твоем И да Соделает Господь Лона Твое Опавшим И живот Твой Опухшим И да Пройдет Вода сия Наводящая Проклятие Во внутренность Твою Чтобы опух Живот Твой И опало Лона Твое И скажет Жена Аминь Аминь Апостол Павел Еще об этом Говорит Титул 1.15 Для чистых Все чисто А для оскверненных И неверных Нет ничего чистого Но Осквернены И ум И совесть Если она Невиновна В худом деле То выпьет И ничего И не будет А если она Виновна Чисел Книга 5.27 И когда Напоит Ее Водою Тогда Если она Нечисто И сделала Преступление Против мужа Своего Горькая Вода Наводящая Проклятие Войдет В нее Ковреду И опухнет Чрево И опадет Лона И будет Эта жена Проклятую В народе Своем Как обнаружить Измену Даже сегодня Никогда Никто не может Обнаружить Господь Дал право Священникам Очень легко Это Выявить Нужно Взять Привезти В храм Это первое И вот Господь Сравнивает Церковь Свою С невестою Он Неоднократно Говорит Кто ты Такая Была И показывает Иезекииля 16.6 И проходил Я Мимо тебя И увидел Тебя Врошенную На попрание В кровях Твоих И сказал Тебе В кровях Твоих Живи Так Я сказал Тебе В кровях Твоих Живи И взял Тебя Обмыл Пуповину Солью Присыпал Все Как при рождении И взял Тебя И дал Тебя Платье Дал Тебя Жерелья Золотые А ты Все это Употребила На Прелюбодейные Дела Премудрость Твою И раскидывала И раскидывала Ноги Твои До Всякого Мимоходящего И умножила Блудеяния Твои Какие выражения Дает Господь А речь идет О Израиле О том народе Который Он избрал И когда они Стали искать Поклонение Идолам То Бог Иеговой Говорит Осия 6-7 Они же Подобно Адаму Нарушили Завет И там Изменили У людей Так Что если Жена Изменила Мужа То она Не имеет Права Вернуться Сделавшись Женой Мужа Другого Иеремия 3-1 Говорят Если муж Отпустит Жену Свою И она Отойдет От него И сделается Женой Другого Мужа То может Ли она Возвратиться К нему Не сквернилась Ли Не сквернилась Ли Этим Странат Та А ты А ты Со мною Со многими Любовниками Блудодействовала И однако же Возвратилась Ко мне Говорит Господь Она Потеряла Мужа Навсегда Господь Как бы Говорит Я Перешагиваю И через Это Своей Ревности Но только Вернись Ко мне О дочь Прелюбодейная Иеремия 3.12 Иди И провозгласи слова Сии К северу И скажи Возвратись Отступница Дочь Израилева Говорит Господь Я Не Залью На вас Гнева Моего Ибо Я Милостив Говорит Господь Не Вечно Буду Негодовать Когда Когда народ Поклонялся Единому Богу Бог Посылал Обилие С неба И все О чем Они Только Мечтали Защита От врагов Многоплодие Урожай Псалом 64.14 Луга Одеваются Стадами И долины Покрываются Хлебом И воскресают И поют Все У Израиля Было В избытке Как только Изменили Иегове Бог Говорит Что Он Отнял Руку Свою И ты потеряла Все Потому что На мои дары Ты стала Искать Рослых Мужчин Египтян Пристрастилась К их Изображениям Из Икииля 23.20 И пристрастилась К любовникам Своим У которых Плоть Плоть Ослиная И похоть Как у Жеревцов Сообщаясь С развратными Христианами Христианин Своим Присутствием Соединением В еде Их Никак Не исправит Мы Пока Таких Случаев Не знаем Псалом 49 18 21 Когда Видишь Вора Сходишься С ним И с Прелюбодеями Сообщаешься Ты Это Делал И я Молчал Ты Подумал Что Я Такой Своими И Оставил По Себе От Семени Своего Безумия Народу Скудного Разумом Раваама Который Отвратил От себя Народ Через Своё Совещание И при Нём Случилось Разделение Царства На Израильское Иудейское Десять Колен Отошли И два Остались И теперь Господь Называет Одно Царство Огола А другое Оголива Это Две Сестры И у них Было Соревнование Кто Кого Переблудит И Закия Двадцать Три Пять Восемь Двадцать Один И стала Огола Блудить От меня И Преспростилась Своим Любовником К Ассирианам И К соседям Своим И Переставала Блудить С египтянами Потому что Они С нею Спали В молодости Её И Расплевали Девственные Сосцы Её И Изливали На неё Похоть Свою Так Ты Всполнила Распутство Молодости Твоей Когда Египтяне Жали Сосцы Твои Из-за Действенных Грудей Из-за Действенных Наверное Тут Написка Из-за Действенных Грудей Твоих Господи А Ты Этих Прелюбодеев Бросил Исайя Шестьдесят Пять Два Всякий День Простирал Я Руки Мои К Народу Непокорному Ходившему Путём Недобрым По Своим Помышлениям Иисус Новин 24 20 Если Вы Оставите Господа И будете Служить Чужим Богам То Он Наведёт На вас Зло И Истребит Вас После того Как Благотворил Вам Какие Вы Милости От Меня Получили Где Вы Живёте Ведь Эту Землю Я Вам Дал Там Жили Народы Цари Великие Могучие Вам Силами Из Египта Бежали Больше Вам Жить Негде Вы Как Всемирные Бомжи Были Бы Я Вам Дал Эту Землю Я Погнал Народы А Вы Изменили Мне И Придумали Кланяться Ваалам Так Получилось Что Когда Десять Колен Отошли Во Главе С Иераваам То Боялся Он Что Люди Отойдут От Него Если Будут Ходить В Храм В Иерусалим Нас Объединяет Храм Нас Объединяет Слово Божие Которое Звучит В Храме Нас Объединяет Священство Епископ Если Бы Этого Не Было У Нас Здесь Ничего Не Было Мы Много Лет Трудились Но Пока Община Не Была Образована У Нас Все Худое Все Уходило В Песок Сколько Людей Было Мы Те Годы На Встаем Туда Где Идет Прерыводейство С миром В Храм МП Архиереи Священники Этих Людей Наших Травят Против Нас И Некоторые Уходят И Никого Нигде Нет И Так Почти 30 лет Конечно Не Совсем Напрасно Пред Господом И Вот В Израиле Случилась Та же Самая Беда И Раваам Понял Что Если Народ Будет Ходить На Поклонение Дух Идолов И Говорит Ставьте Священников Кого Хотите Любого С колен Ливийных С коленом Ливийным Несвязанного Третий Царств 1333 И После Сего События И Раваам Не Сошел Со Своей Худой Дороги Но Продолжал Ставить Из Народа Священников Высот Кто Хотел Того Он Посвящал И Тот Становился Священником Высот И Извинилась Церковь Единого Богу Пошли К Уполномоченным Властям Лишь бы Были Только У нас Подарки Ожерелья Церковь Сама Стала Давать Фонд Миров Миллионы Ты Говорит Прелюбодейка С людей Собирала Деньги За свечки За таинство И Все это Уполномоченным Отдавала Денег Нет Крышу Покрыть Нечем А все Добытое Преступным Путем Отдавали Это Буквально На нас Исполнилось И нас Сегодня Опять Толкает Прелюбодейные Объятия Этой Состарившейся В грехах Прелюбодейки Патриархии Московской Как К той Блуднице На звере Мы должны Сегодня Криком Кричать Господи Мы согрешили Да так Но пусть У нас Только Чрево Не спухнет Господь Нас Испытывает Извинили Мы Ему Или нет Что Мы Имели Нормальный Вид Чтобы Мы Имели Чистым А иначе Господь Будет Поить Нас Этой Грязью С поля И когда Эти Изменники Пред Богом Предстали Господь Разоблачил Их Всех Они Отступили Все До единого Один За другим Цари Идут Перевороты Непрерывные Ни одного Благочестивого Царя Нет В Израиле Но Бог Посылает К ним Пророков Елистей Трудится У них Илья У нечистивцев Пытается Их Пробудить Однажды Он одержал Такую Победу Миссионерский Диспут Был И после Его Окончания Он Сразу 850 Голов Отрубил У тогдашних Торгов И Болитработников Против Него Было Столько Ложных Проповедников И он Уничтожил Их Проходит Один Только День И они Опять Ищут Убить Этого Пророка Что Бог Только Не делал Уже Служить Некому Все Лживые Уничтожены Уже Партия Ушла От Власти А они Продолжают Все Своё Дело Делать И на Погибель Тянуть И пророк И пророку И пророку С душой С душой С душой Каждого Из Них Что Сделано С душой Каждого Из Них Никого Пророк Илья Не боялся Бесстрашный Герой Своего Времени Он Восклицал Пред Богом Со всем Могуществом Мужеством Обличал Царя А женщины Жены Царя Ахава Испугался А жены Царя Ахава Испугался Что Может Сделать Ревность По Идолу Злобной Жены Нас Будут Преследовать Это Прерубодельное Семя Нас Так Не Оставит События Стремительно Развиваются Сейчас Паства Зарубежная Вся Уходит Не Сегодня Так Завтра Никого Не Будет Какие Миллионы Прихожан Были Раньше Эти Люди Умерли А новые Это Все Эмиграции Сегодняшние Им Разницы Нет Как Верить Это Все Патриархийные Прохожане Оказавшиеся За Рубежом Сколько Тех Кто Наворовал На Родине Избежал А там Им Нужна Церковь Своя Патриаршая Им Нужна Родина Величие И Прочее События Тех Давних Лет Из Палестины Переходят Сюда Нас Толкают В Общении С ними Израильтяне Могут Даже Сделаться Лучше От Общения С Иудеями Но Иудейские Граждане Когда С Израильтянами Знались То Они Все Делались Нечестивыми Бог Изничтожал Если Ты Один Здоровый И придешь Гриппозным То Ты Никого Здоровым Не сделаешь Но Один Гриппозный Всю Общину Может Заразить Поэтому Мы Должны Сегодня Попиять Господу Господи Ты Нам Дал Ощутить Свою Близость Мы Хотим Быть Верными Тебе Сохрани Нас Мы Не знаем Что Дальше Будет Мы Уже Все Слышали Это Что Кто Прилепится Тот И Будет Двое Одна Плоть Речь Идет О Церкви То Чтобы Прилепиться И Из Двоих Одну Плоть Сотворить Это И Бык Корову Знает И Петух Курицу Но Не Об этом Говорит Речь Идет Это Тайна О Церкви И О Господе Претензии Всегда Только Жене К К мужу Нет Никаких А Если Жена Ревнует Такого В Библии Нет Но Она Тоже Человек Она Видит Что Он Изменяет Нет Этого У Церкви Претензии К Богу Нет Как Бо Муж Не Поступал Жене Не Дано Право Ревновать У Церкви Господу Претензии Быть Не Может Никак Никак Найдутся Тех Кто Будет Обвинять Господа Лука 19 21 Ты Человек Жестокий Берешь Чего Не Клав И Жнешь Чего Не Сеял Ты За Эти Слова На Бога Пред Ним И Ответишь Мы Должны Только Склониться Пред Ним Господи Как Ты Блаж Как Все Прекрасно Сделал Твои Требования К нам Справедливы Я От Вас Ничего Не Хочу Только Верности Я Напоминаю О царе Давиде Который Совершал Великие Страшные Преступления Он Очень Жестокий Был Плен Не Брал Женщин Всех Рубил Даже Беременных Растекал Пополам Построил Специальную Печь Свой Освенцем Сжигал Людей Второе Царство 12 31 А народ Бывший В нем Он Вывел И Положил Их Под Спилы Под Железные Молотилки Под Железные Топоры И Вросил Их В обжигательные Печи Так Он Поступал Со всеми Городами Аммонетическими Специально Так Танки Изготовлял Орудия Людей Положит Потом Всех Раздавит Внутренности На колесах А Бог Ему Вину Этого Не ставит Бог Ценит Его Верность Иегове Давид Нигде И никогда Не отступил От Творца Это И к нам Относится Мы будем верны Богу согласно Священного Писания И не пойдем На эту Прерубодельную Связь Куда нас Сегодня усиленно Толкают Значит Надо усилить Молитву Все остальное В чем мы Погрешили Нечаянно Бог может Простить Как будто И не было Того Я в том Каюсь Это По немощи Человеческой Согрешил Я Осоединяться С Экуминистами С теми Кто живет По принципам Предательства И лжи И нарушения Соборных Канонов Это Умышленная Воле Изъявление Почему Алва Агафон Когда ему Сказали Ты блудник Ты вор Ответил Да А сказали Ты еретик Он вытер Слезы Нет братья Никогда Не был Еретиком Почему Там Согласился Ты же И ворон Не был Как Не был Сколько Времени У Бога Я Своровал А блудник Матфея 5.28 А я Говорю Вам Что Всякий Кто Смотрит На Женщину С вожделением Уже Прелюбодействовал С нею В сердце Своем Я Блудник Что Там Говорит С детства Такой Есть А Здесь Я Должен Обдумать Пренебречь Истинное Православное Учение Добровольно Сдать Больше Свободы Научиться Кривить Душой Двойной Стандарт Во всем Иметь Лгать Непрерывно Я повторяю Нас будут Гнать И может Очень даже Скоро Приходится Кое-что Слышать Как Относятся К объединению Власти Церковные Мирские Они Сейчас Торопят Торопят И торопят Иначе У них Никого Не будет На западе Русская Зарубежная Церковь Исчезает Они Все Соединяются Все Все Здания Все Сдают Мы Для них Заноза Они Этот момент Упустили В 1994 Году Когда Сотни Приходов Отсюда Ушли Сразу Не смогли Смириться Не удержали Суздаль Уже Перешедшие ВЗЦ Ушли Западную Церковь Мы Можем А заграничную Мы Можем Теперь Только Скорбеть И плакать У нас Больше Никаких Средств Нет Нас Будет Нас Будут Сжигать Я не знаю Что Они Будут Делать Но Что То Из Обычного Дьявольского Арсенала Что Они Обычно Делают Будут Нанимать Каких-то Людей Каких-то Киллеров Мы Должны Оценить Момент Если Даже Нас Не Будет Нужно Сохранить То Светлое Что Мы Имели Какие Мы Были Счастливые Как Нас Бог Защищал От Прелюбодейного Этого Мира Мы Могли Быть В полноте Верны Ему И Хотя Это В наказание Сказано Бытие 3.16 Жене Сказал Умножаю Умножу Скорб Твою В беременности Твоей В болезни Будешь Рождать Детей И к Мужу Твоему Влечение Твое И он Будет Господствовать Над Тобою Но В этом Есть Спасение Продолжение Рода Человеческого Если Было Со стороны Мужа Было Влечение А Жена Каждый Раз Его Отстраняла Я Сегодня Не Буду С Тобой Прочее И Прочее То Детей И Не Было Бы Поэтому Как Нам Не Трудно Переносить От Господа Наказание Но Мы Должны Влечься К Нему Стараться Приблизиться К Нему Соединиться И От Этого Соединения От Его Семени Которая Называется Словом Божиим Будут Рождаться Новые Люди Аминь Еще Что Скажете Еще Тут Все Ясно В каком Году Написано В самом Начале Где Начиналось Посмотри Обычно Там номер Стоит Все Согласно Слову Божию Нету Нету Там Понятно Что Издание Когда Было 2004 Год Ну Вот Считаю Третий Идет Оно Раньше Было 20 лет Назад Эта Угроза Была Но Нас Бог Милует Видишь Как Меняется Все И Метрополит Другой Совсем Это Даже Никак Не Трогает Да И А Что Тронет Когда Мы Ничего Не И Не И Мы Готовимся Все Время К тому Что Бога Благодарить И Что Бог Даст Даст Но Никогда Это Мой Наказ Первый Завещание Оставляй Никогда Ни 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 От Никогда Ни Ни Пост. Я не могу пост носить такая была Людмила. Пост она не может носить. Как же так? Пост это добро. И другие разные, разные причины. Вот особенно, вот здесь она была, как раз сидела, Ольга. А у нее причина была важная. Она говорит, у меня сын сидел за убийство. И вернулся. И какая жизнь-то у меня, говорит. Я когда прихожу оттуда и задам рай. Я так переживаю. А когда иду и туда, и задам, вот приду, они одинаковые. Я не переживаю, еще стояла, ушла. Даже не придумаешь, какая причина. То есть, что дома, что в храме, любой ходит, толкается, покупает, никто не знает. Вот все. Ну, они тут были, знаете ее. С одной тут она уехала, а эта, она в городе. И не одна. Другая говорит, теплого туалета не хватает. Ну, нет у нас есть куда сходить, даже ключ задим. Нет, не в этом дело. Человек имеет свободу. И он ничего не знает. Все ходят в церковь. У нас старики были, в блатву играли, в карты. У вас то нельзя, нельзя другое. Какая-то вера-то у вас такая, ну, нехорошая. То нельзя, другое нельзя. А у нас верующие были родители и все. Нам Бог это открыл. И вот это вот, что есть здесь. Спаси Христово с Надеждой Ивановым. Это у нас проповедь. При входе в храм проповедь. Только зашел, опять, из тамбура заходить сюда, опять. Это одно. Дальше вот так, чтобы не кинулись, разошлись и не шили. Там никто никого не знает. Вот Никольские когда были. Кто-то у нас сходили туда. Что? Разбирали какое-то произведение, какого-то писателя. Они не знают. Но тогда был Михаил Капранов. И тогда вот я в монастырь у них. Там маленький храм как бы был. И он вел занятия. Ну, задает его, никто ничего не знает. А наши люди сидели. Он, ну, скажите. И сразу дает, вот видишь, как знают. Любой вопрос отмечает, какая школа, а вы. Он как бы похвалу дает, а на самом деле укор самим себе. Они не знают. Вот меня когда не было здесь. Какие только здесь потоки лжи от них не были. Вот сидят они у Бурдина, отца Александра. А он благощинный Красноярского края. Ну, и там священники, архиереи, видимо. И начинают говорить. А у меня икон не было. Она говорит. Ты же учился у него переплетному делу. У меня одно окно. С одной стороны койки до вечера в палате. А с другой стороны все иконы. Как же нету? Как вам не стыдно? Вы сидите дома, человек где? В тюрьме сидит. Я не забыл где сразу. Бессовестные. Но у Бога все высчитаны. Тут у них был Николай Суртаев. Там топчихика, кажется, он там был. Тогульский. Тогульский. Из Тогула. Нет, не Тогула. А, это Владимир Суртаев был. Нет, нет, как на Бупуке, кажется, название. Ну, дело вот в чем. Мы говорим, что церковь, в которой там люди купили домик. Зачем тебе это, тебе меньше четырех лет не дадут. Похищение другое. А следователь, потом, в них районные газеты было. Когда, говорит, Лапкин проповедник вышел, он согласился отдать. Он говорит, ну как я отдам, когда это мое? Это, говорит, уже тактика советского человека. Если закусил, то назад только зубами отрывать надо. Ну, и узнала его же, это, сестра. И она ходила на занятия в университет. Ходила к нам сюда. До момента, когда он вышел. Он когда вышел, вот здесь. Я его говорю, вот вы говорили там священникам всем, что у нас икон нету. Говорил. А ты же видишь икон? Ну, да. А зачем говорил? А чтоб к вам не ходили. Епископа нет. Говорил. Говорил. А как ты говорил? Ну, епископ приезжает, на него палками гонят. Там у них где околки, за околки залез туда. А зачем, говорил, чтоб к вам не ходили. И здесь он был. И организован организация какая-то у него там, называется Красный Дракон. Красный Дракон. Ну, хорошая она у него организация. Куют, железо, ограду. Вот в КГБ, здесь когда идешь, это ограда цвета с такими-то. Он даже мне хотел помочь на лагере что-то сделать. Я говорю, не надо. Вот как все. Оттуда вышел, а я ходил за него к паркурору края. Там везде ходатайствовал. Человек сидит. Игорь Иванович, ну, сегодня же день общины. Я хочу вспомнить, что мы часто забываем о том, что есть противник Божий. Бога мы помним чаще, молимся к Богу, чаще просим, простительные у нас молитвы. Дай, помоги, сохрани, сделай, подай, сделай чудо, сотвори чудо. Исцели. 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 Иногда благодарим. А про противника забываем. А про него забывать нельзя. Потому что он всегда и везде присутствует в нашей жизни. Я вспоминаю то время благодатное, когда у нас все было тихо, гладко. Вот прямо душа в душу жили мы. Мы на втором этаже туда поднимаемся, там все шевелится вот так, думаешь, что вот развалится эта хижина Игнатия Тихоновича. Но все было так вот, просто проповеди, и все мирно и гладко было. Вот у меня возникла такая мысль, думаю, как же он это терпит, вот противник наш Божий, что у нас так все гладко и хорошо. И очень скоро начались, то один, то другой, началось все через торговлю. Торговля вошла. Тогда это было... 90-е. Да, это было в 90-е годы, перестройка, ничего нигде не взять было, все по талонам, от махорки до водки, все, сахар, все было по талонам. И вот эта торговля, эти корабейники пошли наши, это Муравлев и все прочее, говорили им об этом, что это непотребно, что тут обязательно влезет тот этот лукавый, с крылышками. Торговля не в храме, пошли на базар торговать, берут сосиски, запекают их и продают, там наценка такая, Муравлев там этот, Игорь. На этом он вышел, да, он вышел в лидеры в Миском, по пониманию, он там добился какого-то... Полное угрышение у всех. Этот стал торговать машинами, это задели, он на Владивосток уехал, он в Таиланд уехал, Игорь-то. Дети выросли двое неверующих, он это в Америке и другие учил-то. Заной разошелся и вернулся оттуда, там все потерял, еще и зато. Поэтому нужно помнить, и не только тогда, когда мы уходим из дома, что отрекаясь от сатаны, стерделясь о рождении всех ангелов его, но каждую минуту, он не дремлет 24 часа в сутки, трудится над нашей душой. Как бы ее увлечь в то место, в которое ему уже определено Господом. Так что призываю вас бодрствовать, бодрствуйте, братья и сестры, потому что сколько людей посчитать, сколько уже людей ушло. Я вспоминаю, когда мы перешли внизу, в подвале молились, рядом дом был, красный такой кипичной кладки дом был, там молились. Сколько нас там было, даже еще в этом квартире у Бруяка Татьяны. А очередь даже, что все не входили, очередь была? Да, очередь была, да. Это были занятия в университете, постоянно люди, батюшка крестил, сразу 26 человек. У нас самая большая, это можно представить нам как ошибка, я поставил за правило, никогда никого к себе не звать. Такого никогда ни у кого не было. Зачем? Ну, вместо христиан они карикатуру могут увидеть. А как, он просится, мы разрешаем прийти один раз, он смотрит, потом узнаем, он пишет заявление, проверка идет так вот. К себе звать нельзя, и все смотрят на нас как ненормально. Как так? Все зовут к себе, и баптисты, и адвентисты. Ну, пускай они зовут. Вот. Мы должны сначала перед Богом показать себя. Как я благодарен Господу, что Он меня свел с Игорем Тихоновичем, я уже рассказывал тут, как мы искали, по полям ездили, долго-долго облудили, облудили в смысле поиска этого места, где совершается крещение истинным, троекратным полным погружением. И как вот Господь свел Валентина Павловна, приз напоминаемая, она явилась крестной моих детей двоих, слава Богу, что вот привел меня Господь, соединил меня, что вот духовный отец Игнать Тихонович и датчика, они для меня как отец и мать. Один построже, другой помягче, но оба ведут нас правильным истинным путем. Слава Богу, что у нас есть такие наставники. Он говорит, куда, сколько, а ты посмотри, вот фотография, стоит где-то по порядку, я стою с мэром города, нету, умер. Второй, который рядом стоит, там, в общинниках, Владимир Петрович, его советник был, у него инсульт там или что-то. И рядом, который они стоят по порядку, по порядку, фиешка, все там, умер, 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 нынче, только сколько. Старое, подавления-то нет. Конкретно покажи, сколько пришлось через тебя людей, отрок. Все. Я помню, было. Ну и по порядку, по порядку уйдет. А да еще придет, да уйдет. Придет, да уйдет. Я не дам только наказал, вот, Николая Петровича сказать, Галине Ивановне, вот. Ватиной. Да. Сколько она добра сделала. И ни слова не говоря, раз, никакого обвинения, ничего нет. Ну, внутри человека это. Я говорю, что однажды она даже досыгрывается. Я говорю, что с тобой? А несправедливость какая. Нинке разрешили сказать, а мне нет, Нинке, это Жолнирова. Нина Александровна, на пенсии. Даже Нинка, вот даже сейчас Гарько, ты что сидишь тут? И ничего не было-то. Я на сколько корректурой занималась. Такая она добрая. В Алтайской правде работала. Там нашла еще корректор одного, не отвлекайтесь, вот, уже отопись, Маринка. Подальше. Искушение есть. И причин-то никаких нету. Совершенно никаких причин нету. Она ушла там сильно, сильно там, к старобрядцам. Какой-то корень был еще, то ничего нету. Твоя хозяйка к старобрядцам пошла, вот и ну, вот и дочку. А в дочке теперь муж, то другое. Что, он виноват или мы? Нет. Причины. Она думает, что там слово Божие звучит? Нет. Этого ничего нету. Я говорю, правильно, нет. Она была с нами? Кто? Жена ваша? Нет, она не была. Нет, ну... Она один раз была, один раз, когда был праздник крещения, застолье у вас было, она пришла с целью. Там одежа, там вот такой вот, там меня господь через епископ по руку положил бы чечнецом. Нет никаких обвинений. Конкретно ты покажи, мы исправимся. Нет. Ничего не надо, пришел, рот развернул, тебе положили в рот, пошел. Все, спасен. Там что делать-то, я в интернете, мы с товарищем, говорят, целую неделю там где-то там блудили, пили, в воскресенье пошли, причастились, а неделю опять то же самое. Да какая же эта церковь-то? Если он верующий сделал такое, даже один раз был женщиной, семь лет за пределами. Ничего нету. Ничего нету, даже крошки той нету. А кто тебя знает там? Да кто там, никто никого не знает. Я священника спрашиваю, а сколько у вас вещаний было? Ну, тут недавно была, говорит, статья, 504 свадьбы сыграли. А сколько развелось? А кто знает? Никто не знает. Статистика мирская говорит, которые люди сошлись в первые четыре года, 84,6 разводов. Из 1846 разводов, в первые четыре года только, кто детей воспитывает? У нас-то все по-другому. Какое сокровище, откуда люди приезжают? Скажи, что, откуда, вот. Пусть они покажут таких людей. С такой стороны приехать. Запредельно далеко для нас. Это Бог делает. Поэтому мы благодарны. Благодарим и славим Господа. Мне говорили, у нас-то эти принципы, вы живете по принципам же. У вас сплошные принципы. Все нельзя, другое нельзя. Принцип такой, принцип этот. Один из записок мне передавали. Он говорит, принцип, ну что принцип? Ну, это же не 100 грамм, его не выпьешь же. Он говорит, в магазин приехал, поводоченец, но в принципе, он говорит, тогда вези в принцип там купер. Так это не название, это слово такое пустяшное. Сколько у нас, я говорю, которые были? От вас, который врач-то был, спутался с бабенкой, и все, разлетелось. Входил еще в время, раздевался в нашей кощегарке, в другом месте нельзя. У тебя связь-то была с высшим образованием, а рядом с какой у него? Все. Василий Николаевич Черепанов, тебе знакомый? Как, помню, ничего нигде не надо. И сколько зимой замерзает, его привез Сергей Павлович, там ухаживает, кормит. Все? Нету? Нету делать по-своему все. Где-то в дом престарелый, что ли, пристроенный. Причин нету. Одно, нету состояния любви к Богу, что он тебе так многое дал. Вон у нас изображение, какого барашка Господь на шее себе возложил. Посмотри. И что там написано? Всей душой твоей благоговей перед Господом и уважай священников Его. Серахов 7, 31, что ли, отбить? 31. А говорит, не видит. Он меня, знаешь, как... Глаз, когда у меня болел возле стопа, а вот сестра Елена меня возила. И когда... Вот так, врач. Какую больницу-то ездили? Краевую. Да. И он... Закрой, закрой. И возьми, да и скажи мне. Зрение у вас как у орла. О, я тут как орел вылетел от него. Как и другим стал говорить, которые сидят врача какой здесь. Орлом я сделал. Еще как взыграло, говорит, сердце. И глаз-то болел-то не болит. У меня вся боль перемесилась сейчас на левое колено. Как будто был отломлен. Не отломлено, но... Исправит Господь хромлющее. Так, Сережа, напиши лекарство. Покажи Виктору Андреевичу. Он лекарство принес, я не беру. Сначала надо узнать, что оно, как влияет, на что именно. Надо допиши, что-то. Песчатыми буквами. Покажи ему. Я написал. Сусторат, мать. Еще вот одно. Ну, разбежи, посмотри. Потом с нами будем. Конечно. Так. Я благодарю Бога за всех, кто у нас есть. Слава Богу. Батюшка. Видите, как сколько... Представь, такой мороз, не мороз. Едет, туда-сюда мотается. Я даже вообразить не могу. И годиков-то уж немало. Две семерки. Я говорю, батюшки-то уже две семерки. Так что, Господь даст вас и будет священник. Батюшка сказал, как есть у нас наметка. И еще мушица начинает. Ну, как Бог. Дай Бог. Без священника не будем. Мы раз признаем благодатьность Московского Патриархата. Это очень просто. Я разговариваю с епископом, с митрополитом. Какой день? Он ни слова не говоря посылает вам. Батюшка, когда уезжает, он каково избираете после вас тут быть? Ну, был тут один секретарь его, Беляев, отец Сергий. Ну, он куда-то в Санкт-Петербург поехал. Мы можем в любом храме причащаться. За нами ничего нигде нет. Нам главная община. Мы собираемся, молимся. Пост наступил. Четыре раза в году можем причаститься. Так что из-за этого нам было удалить. Сколько раз уже пытались убрать митрополита отсюда. Мне говорят. Где-то что-то разваливается. Ну, как здесь-то было? Какая? Он приехал, все выправил. Чтобы Бог его не трогал. Я написал письмо патриарху. Ну, сначала у него спросил разрешение. Как вы? Можно ли это? Ну, можно. Ну, и тогда мы за столом там сидим. Я первый поем, а они сидят в углу. Тут по батюшке и архиереи. И все на меня показывают. Смотрите, стоит, ждет на меня. Я говорю. Владыка, благословите сказать. Бог благословит. А другому говорит. Сейчас всем достанется. Особенно мне. Митрополит. Ну, еще. Я говорю. Владыка, вот мы считаем. С апостолом прощались. Как мы можем так с вами прощаться? Чтобы не колеса машины вашей кланяться-то. А как написано. Преклонили колени. Падали ему на шею. Целовали. Он говорит. А почему нельзя? Ну, мы скорее домой. Палатки вытащили. Он идет пешком до нас. И встали на колени. Не видел это? Нет? Видел. И вместе помолились. И он помолился. Вот как. Это не маленькое движение. Вперед. С первоапостольской церкви. Ну, и, конечно, всех благословил. Дивный Господь наш. И это все дар Божий. Смотрите, сколько у нас всего. Если Бог благословит, то у нас еще умножится. Слава Господу. Завершаем? Все. Достойно есть якобы истину. Блажите Тя Богородицу. Хрисно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую дестранение Сиротим. Безыстрения Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распорий, от беззакония, которые втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. А вот, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими нашу молитву от Дианя Рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Пресловом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящих на небе и на земле, дабы прославить Тебя, что позволил нам быть здесь, молиться. И Ты хранил нашу общую по сегодня от славы Тебе. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас, на добро нам, любящий наш Господь. Ради голговских страданий пролили крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими наши молитвы и исполни их о всех заповедавших нам молиться о них и о незаповедавших. Благостави их, отверзи им двери покаяния. Тебе, Боже, хвала, слава, счастье и поклонение от Тебя, Сына и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Спасибо, Христос, всех. Так, закройте.